25-й турнир по самбо памяти Владимира Челомея открывает парад участников. Пожелать ребятам успеха и победы приехали ветераны, депутаты и глава Реутова Станислав Каторов. Надеюсь, что каждый сегодня найдет для себя то, что ищет. Однозначно, ваш выбор сделан правильно, потому что сегодня, наверное, как и каждый день, вы думаете о спорте, вы занимаетесь, развиваете себя. В этом году турнир собрал 15 команд из пяти регионов России. Например, 10-летний Максим Бибишев в самбо-фоке занимается больше четырех лет. За плечами 13 соревнований, 4 первых места и 6 третьих. К этим соревнованиям готовился полгода, много бегал и сбрасывал лишние килограммы. Сегодня я боролся по каждой две схватки. Одну проиграл и вторую выиграл. Эти схватки были немножко тяжелыми. Ну, соперники активные, их тяжело бросать. Для Романа Зверева это первые соревнования по самбо. Много лет занимался дзюдо в московском клубе. Лучше всего у Романа получается делать косой захват и броски. Я однозначно стал сильнее, когда пошел на борьбу. Характер становится более закаленный. Мне нравится эта борьба, потому что это смесь всех единоборств. Оценивают борьбу ребят московские судьи первой и высшей категории. Одержать победу проще тем, кто сможет бросить соперника на живот, спину или бок. В соответствии от этого получается оценка 1-2 балла или 4. И смотрится, в каком положении остаются атакующие. Если я бросил и остался в стойке, то мне дают больше баллов. То есть, по сути, задача моя – бросить моего соперника на пол, на ковер. И уже судьи, к какой точке коснулся мой соперник, они оценили, какое количество баллов получаю я в данном случае. До открытия ФОКа всероссийские соревнования по самбо проходили в ДК «Мир» в честь Дня космонавтики и Дня Победы. С 1994 года турнир посвящен памяти Владимира Челомея. Во-первых, город Реутов – городообразующее предприятие, все-таки по машиностроению. И академик Челомея внес очень большую лепту, будем так говорить. Он был основателем этого предприятия. В общем, все было сделано именно Челомеем в 50-е и 60-е годы. 8 реутовчан стали победителями домашнего турнира по самбо. 5 третьих мест и 2 вторых. Первое место в категории 65 килограмм одержал победу Иван Петрушкин. Дарья Агалакова, Сергей Сомов, телеканал Реутов.